Делай то, что я говорю и делаю. Командная экономика имеет меньше свободы, чем система свободного рынка. Производители должны делать то, что говорит и правительство. Они не могут решить, что делать или как это сделать. Кроме того, люди не могут решать, где они будут работать. Это решает правительство. Вот почему это называется командной экономикой. Правительство издает много команд. В командной экономике правительство контролирует все, что связано с распределением ресурсов, производством и распределением товаров и услуг. В этом случае государству принадлежит большая часть собственности. Частная собственность является важной особенностью системы свободного рынка, но она мешает командной экономике. Далее приводится список государственных функций в плановой экономике. Список можно продолжать и продолжать, но это основные команды, издаваемые в командной экономике. В командной экономике правительство. Первое. Назначает продукцию производителям. Второе. Распределяет ресурсы для производителей. Третье. Устанавливает цены для потребителей. Четвертое. Решает, где люди работают. Пятое. Устанавливает заработную плату для рабочих. Шестое. Продает товары и услуги. Седьмое. Решает, кто что получает и сколько. Зачем правительству командовать? Есть и другие экономические цели, помимо свободы и эффективности, и капитализм не всегда служит этим целям. Свободный выбор производителей и потребителей часто приводит к неравенству и отсутствию безопасности. Рост экономики бывает иногда сильный, а иногда слабый. Люди могут свободно делать выбор, но они часто не свободны от борьбы и нужды. Командная экономика существует, чтобы служить другим экономическим целям. Обычно справедливости, безопасности и свободе от нужды. Это главные проблемы как социализма, так и коммунизма. В большинстве наций есть некоторые элементы социализма, как вы увидите позже, но некоторые страны предприняли попытку полного социализма. Коммунизм сочетает в себе крайний социализм с политической идеологией. Бывший Советский Союз был коммунистической страной. Сегодня в Китае, Северной Корее, Вьетнаме, Лаосе и на Купе все еще есть коммунистические правительства, хотя большинство из них включили в элементы капитализма. Философская цель командной экономики – обеспечить справедливость и безопасность. Но при коммунизме реальность была совсем другой. Хотя некоторые коммунистические экономики улучшились по сравнению с тем, что было при предыдущих авторитарных правительствах, ни одна из них не достигла истинного равенства или эффективности, и ни одна не достигла своего экономического потенциала. Некоторые из них, такие как Северная Корея, имели катастрофические экономические последствия. Кроме этого, правительства остаются политически репрессивными. Составление плана. У систем свободного рынка и командной экономики разные цели, но на этом различия не заканчиваются. С одной стороны, в командной экономике есть дополнительный набор игроков. Есть производители и потребители, как и в любой экономической системе. Есть также государственные планировщики. Планировщики – те, кто выпускает команды. В системе свободного рынка результаты никем не планируются. Они происходят из-за рыночных сил. Закон спроса и предложения устанавливает цены. Спрос на различные виды труда решает, где люди будут работать и сколько они будут зарабатывать. Добровольные обмены определяют, как распределяются ресурсы. В командной экономике все это решает правительство, а не рыночные силы. Планировщики решают, как распределять ресурсы для производства и распределения товаров и услуг. Это означает, что они решают, что производится. Они организуют производство, а также решают, какие потребители получат, что и сколько. В командной экономике планировщики, а не производители, отвечают на 4 основные вопроса. Перевести поток. Система свободного рынка работает с круговым потоком между производителями и потребителями. В командной экономике поток отличается из-за важной роли, которую играют правительственные планировщики. Их решения затрагивают практически все, что происходит в экономике. Игра с набором из трех игроков, очевидно, сильно отличается от игры с двумя игроками. Командная экономика имеет поток, который включает планировщиков практически на каждом этапе. Помните, как работает модель кругового потока в системе свободного рынка. Входы и влияние идут вперед и назад между производителями и потребителями. В командной экономике участвуют правительственные планировщики. То, что они делают, меняет поток. Товары и услуги приобретаются у правительства, а уплаченные деньги возвращаются в виде заработной платы. Прибыль исключена. Таким образом, отклонение потока свободного рынка замедляет процесс. В командной экономике планировщики должны выяснить, какие ресурсы необходимы для достижения целей данного общества. Они должны выяснить, как организовать производство. Сбор информации и согласование решений требует большого труда, поэтому для производства требуется меньше работников. Это ограничивает рост. Командная экономика также снижает эффективность и инновации. Планировщики сосредоточены на организации ресурсов для достижения целей общества. У них не так много времени или стимулов, чтобы придумывать новые продукты или другие способы введения дел. Земля в основном свободного рынка. Вы рассмотрели две разные экономические системы. Систему свободного рынка и командную экономику. Обе эти системы основаны на теории о том, как должна быть организована экономика. На самом деле большинство экономик представляет собой смесь обоих. В Соединенных Штатах в основном присутствует система свободного рынка. Почти все решения принимаются по усмотрению производителей и потребителей. Тем не менее, есть некоторые части экономики США, которые запланированы. Правительство иногда издает команды, которые ограничивают свободу производителей и потребителей. Эти команды служат не только свободе и эффективности, но и экономическим целям. Например, законы о минимальной заработной плате ограничивают свободу производителей и устанавливают минимальную заработную плату, которую они могут платить своим работникам. Целью минимальной заработной платы является содействие экономической безопасности и справедливости путем защиты работников от эксплуатации. Не все согласны с тем, что минимальная заработная плата достигает этой цели и значение законов о минимальной заработной плате часто обсуждается. Спасибо. Спасибо. Спасибо.